Тогда я работал в крупнейшей газете Латвии, «Лаугавиза». И просто у нас это была запланированная командировка в Азербайджан, потому что слышали, что что-то там случилось, и есть Азербайджанский народный фронт, который как-то там участвует в этом, и хотелось бы с этим народным фронтом как-то сконтактироваться. Вот, и мы послали письмо, по-моему, в Советский Азербайджан, была такая газета или что-нибудь такое, ну, это коммунистическая русская газета в Азербайджан. Вот, и они сказали, давайте приезжайте, все сделаем и так далее. Но билетов, конечно, было не достать. А мы тоже были тогда в издании МЦК Латвии, и у нас была такая хорошая связь с КГБ Латвии. Они нам материалы давали какие-то, какие-то, ну, и так далее. И они нам, так сказать, устроили этот полет. Вот именно и мы полетели в Баку. И прилетели мы как раз в канун этих всех, например, ну, что там случилось. И жили мы в гостинице, и турист, который нам показался интересным, что эта гостиница была совершенно пустая. Там одни мы и какой-то полусумасшедший грек, который там бегал и сказал, что он бизнесмен. Вот, и ночью все это произошло. Мы, естественно, там перепугались, поскольку никто из нас, естественно, войны не видел. Вот, и что, опять же, это шумно. И, ну, там прибежали сразу же в гостинице, что прячутся, прячутся, что там стекло не разбили и так далее. Ну, и мы тогда утро там просидели, ну, и утром, естественно, вышли. Ну, и то, что мы там увидели утром, это, то мы и снимали. Причинять ничего не было, потому что, ну, как он уже говорил, у нас была эта бумага КГП, что вот они нам, мы как раз в аэропорту, они нас там хотели там проверять и так далее, и показали эту бумагу, все, чем мы там закрыли, поехали. Там интересно было, потому что что-то поубликов, было опубликовано в нашей газете, естественно, там наш отчет о командировке. И что-то мы распространяли просто, ну, тогда интернета еще не было, но и так, так просто. И самое интересное, мы ходили по школам и рассказывали это все детям, и даже сейчас трудно представить, мы эти все фотографии показывали детям, и сказали, что вот такое, такое случилось, ну, сейчас это невообразимо, что такое может быть. Но дети это все тогда восприняли очень здорово. Это не так, чтобы сейчас вот все перепугались, ужас, ужас и так далее. Тогда они с интересом это слушали, и, ну, вот сейчас эти дети уже большие, и тогда это они, ну, здоровые советские дети. Ну, естественно, это мы, мы через год после, после бакинских событий, мы это как раз были и литовские события, которые мы сейчас вот на днях отмечаем, и в Вильнюсе, что произошло. И вот когда уже произошло, произошло в Вильнюсе, я уже так тогда в полный голос завопил, что, боже мой, что будет ли в следующем году? Что, не дай бог, это в Латвию перешло. И как раз вот так и было. Просто у меня тогда, редактор у меня не опубликовал это, давай не надо паники делать, и ничего такого. Вот, и, ну, и так, естественно, это была агония Советского Союза. И я тебе, как, слава Богу, что этот союз был так слаб, что он не мог, вот, так вот такая беззубая у них получилось это противостояние. В то время уже пресса у нас довольно-таки свободная была. И это бакинские события, они, естественно, они какие-то, какой-то, ну, какой-то отклик у нас получили, но это, я потом долго думал, почему так мало? Потому что, ну, естественно, мы были двое, двое журналистами единственные там были на месте, и вообще-то прессы очень мало это освещалось, но это главное, ну, первое то, что Азербайджан все-таки довольно далеко от нас. И то, чем дальше, тем это больше статистика, чем ближе, тем больше трагедии. Вот, скажем, Вильнюс был намного меньше этих жертв, ну, Вильнюс мы воспринимаем, естественно, ближе к церкви. Вот, а так, потом уже, годами, получилось так, что это вообще забыло. Забылось? И, я не знаю, почему, потому что бакинские события, это был, вообще, первый раз в истории, когда мы увидели, что советская армия миролюбивая может убивать своих граждан. Теперь, самый первый раз, это все, вся Чечня, все это было, это потом уже. Азербайджан это первый перенес. Спокойно, конечно, мы не могли, мы там боялись и с Адамом Огородом ходили, но нас, это, ну, газеты, к которой мы обратились, они нам устроили встречи с этим народным фронтом, и там уже тогда были такие, такие, совсем интересные встречи, что мы, ну, там же комендантский час был, что в 9 часов должны были все дома быть, а мы там, в Канаке, засиделись от часа до 2 ночи, ну, и потом они нас ввели обратно в гостиницу, если там и на патруле нарывались, и стреляли по нам, и убегали, и через заборы, это было, как Джеймс Бонд какой-то получил, сейчас уже издалека смотрю, а тогда страшно было, конечно.